огромный муравейник кишащий предпринимателями со всего мира смысл если внутри были люди то ну типа и что дальше как я зайду в машину деньги власть эссенция прямо здесь и сейчас это как робот-пылесос только газонокосилка пылесос квадрокоптер мне нужно будет сейчас этот груз открыть проверить итак это для одного клиента из тюменской области вот здесь есть такой колодос вот с такой вот подсветкой и можно эту подсветку 6 тысяч долларов всегда все прикольные системы интересные для аксим никого второй день посещения выставки здесь надо против вот такой вот парад все хорошо меня очень серьезно на самом деле система контроля если у вас какая-то вода и вас скорее всего не пропустится с жидкостью сегодня мое подчинение выставки начинается с корпуса я вышел из метро повернул в корпус и здесь вот сразу же попал место где очень много разных ресторанчиков здесь вот прям вот целая улица и там очень реально очень много разной кухни даже есть индийская кухня без мяса есть европейская кухня пиццы макдональдс короче все что угодно встретиться с некоторыми партнерами китайскими что я собственно и сделал а теперь вот думаю куда бы пойти примерно конечно план я для себя наметил своего сегодняшнего маршрута но иногда бывает так что ты намечаешь план идешь по пути и встречаешь что-нибудь интересное вот как например вот этот тент со средствами индивидуальной защиты я работал инженером по охране труда какое-то время какую-то часть своей жизни и понятия специальной одежды для меня конечно не чуждая вот мне приходилось обеспечивать работников со средствами индивидуальной защиты и поэтому вот иногда встречать такие павильончики с такими экспонатами очень интересно да смотрите внимание здесь прям вот защита пальчиков защита тыльной стороне ладони есть конечно обычные перчатки но есть и абсолютно вообще разные материал очень крутой и очень приятный на ощупь очень классный И да, и это что, я думал, это электрические перчатки, но нет, это не электрические перчатки в кране. Вот, да, на самом деле очень интересно, очень круто. Вот, кстати, электрические перчатки, можно, наверное, использовать, как провести, провести тест. Либо там, ну, хотя, наверное, все-таки нет, но в целом, как бы, очень круто прорезинено, вот таких я еще не видел, залитых столько резин, да, прям круто, в итоге прям очень качественный, материал такой, как дисциплина, знаете, для отцепленного, то ли для занятий с пирями, очень качественный материал. Начну я, пожалуй, вот отсюда, и пойду сначала проверю вверх, потом спущусь вниз, потом спущу в цокольный этаж, а потом пойду в обратную сторону, и теперь буду искать что-нибудь очень интересное, чтобы вам пригодилось, понравилось, бизнес-идея специальная для вас вообще. Подписывайтесь на мой канал. Итак, чисто по наитию я пришел как раз туда, куда мне надо, а именно я как раз таки пришел, всякие разные шины, запчасти, диски, короче, все, что мне надо, как раз я пришел туда, куда я хотел прийти. Да, здесь, к сожалению, минимальный объем заказов один контейнер, некоторые клиенты меня просят заказать, некоторые клиенты меня просят, кстати, материал прям очень крутой, материал францов, некоторые клиенты меня просят заказать 50 штук, вот, и, кстати, зимних тоже очень, мне так много, на самом деле, зимних шин на рынке, зимних шин, вот, и поэтому мне сейчас нужно будет найти тех поставщиков, которые смогут нам доставить, которые смогут мне продать небольшие партии, благо их тут просто ломать. Вот интересный, на самом деле, павильончик, здесь у нас получается тонировка для стекл, но тонировка вот не просто черная, а разные цвета, выглядит целое интересно. Да, кстати, если по-конечной стороне, то еще и, да, Здесь есть паста. Настолько только черная масла, но вы можете посмотреть на пасту и если устройство нужно, чтобы выбрать картофель, а это не было ни в чем, но это значит, что мы делали. Да, вот это на самом деле прям прикольно, выглядит очень круто, очень интересно В разном углом, разный, разный цвет Да, здесь вот разные диски, разные всякие штыки для машин Рекламировали девчонки в коротких юбках, а манипуляция сработала Так, шины, на самом деле как бы здесь я уже нашел несколько поставщиков, которые могут вам продать меньше, чем контейнер И это не может не радовать, это прямо, 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 хорошие новости на самом деле Далее Ну а, спасибо, meet JONplatz Можно будет по дешевке взять, когда закончится. Если вам нужны диски, шины, комплектующие машинам, заговорил с техами, обращайтесь. Теперь у меня будет контактов очень много. Так, один мой клиент просил меня найти тормозные колодки. Не знаю, конечно, хорошо это или плохе, но, короче, будем тестить. Если что, будем тестить. Поэтому подписывайтесь на мой канал, обращайтесь и найдем все, что вам будет. Тут карбюраторы и... О, это же, типа, рессоры. Я открываю. Карбюраторы, рессоры, замки. Замки для машин. Тоже интересно, необычно. Короче, да, тут вот как раз кольца на поршне, шестеренки, цилиндры. Короче, все что угодно. Даже вот. Движок, я так понимаю. Можно даже движок купить. Как много? Должен чем? Это... Это... 6 долларов. Оригинал. 6 долларов. Оригинал, диджечка. Оригинал. А, оригинал. А, оригинал и копия? Да, копия. Это копия. Что оригинал? Что это бренд? Синотрек. Синотрек? Да. Вот, короче, это Синотрек. Оригинальный стоит 6 тысяч долларов, грубо говоря. А, как сказать, реплика стоит 4 с половиной тысяч долларов. Что это? Да, блин, прикольно. Интересно. Рессоры. Да, вот как раз мне нужно найти амортизаторы, тормозные колодки. И... И... И будет мне счастье. Фильтры вот у меня тоже заказывали несколько клиентов. Масляные фильтры, топливные фильтры. Поэтому... Тоже очень нужный контакт. Очень много людей интересуется подобной продукцией. Так, вот здесь ребята привезли с собой станок. Привезли и установили станок, чтобы... Завлекать людей. Да, очень интересно, на самом деле. Очень... Очень... Очень обычная. В общем, ничего они не помешают. Но, если честно не понятно, я очень промышляю. Так... 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 Батарея. Ага... Тут пошли уже выходные трубы. Очень много фар. Очень много фар. С этих... Ролевых механизмов. Таких вот подшипники. Прямо... Все-таки разные подшипники. А вот здесь идут магнитолы. Кстати, магнитолы меня тоже спрашивали. Периодически. Выглядит прям... Нормально так. Ну, здесь... Оп-оп-оп-оп. Не только магнитолы. Здесь так же вот эти приборные доски. Да, вот эти приборные доски прям топ. Вообще... Довольствия нет класса. подпишитесь на мой канал здесь у нас передачи нужно да на самом деле вот то что мне надо и до сих пор еще не все нашел вот эти вот палатки на крыше я очень много снова прошлый раз сейчас и пока нет когда будут туристические всякие вещи там палатки и прочее вот тогда будет очень-очень-очень много но сейчас как бы есть конечно небольшие небольшие павильончик с этим всем но не так много все будет гораздо проще так здесь у нас двигателя вот здесь тоже интересный достаточно павильон с установками для заряда электромобилей слифт здравствуйте здравствуйте вот встретил человека а из россии из москвы который представляет включается вот эту фирму вас на немецкая компания 70 80 90 вот они вот все вот машины которые продавали бенди и мерседес они всегда выбрать аудио 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 вот это все для нас клопы наша компания 100 лет в этом году мы изучали струны 100 лет компаний у нас разные продукции но именно наша компания мы занимаемся выстрелить зарядку с 2018 года как сейчас в дании популярна электромобиль сейчас здание где-то у нас на отсюда 20 процент машина электричество еще и все популярнее популярно это выгодней в дании более выгодно очень-очень да у меня у родственника машина киа иви 6 корейская и он вот прошлом году с миссана с этого дизельного присоединился на электрическую обожает он иногда зарабатывает деньги заряжая машина здорово здорово спасибо большое не за что очень интересно тоже биотуалет и прикольным шутил на прошлой кантонской выставке я снимал про них это на самом деле больше было больше было там на самом деле на прошлой выставке было прямо много павильонов которые представляли эти туалеты и там были наглядные пособия как все это происходит с куклой младенца вот но сейчас пока конечно немножко не та тема но так и иначе начинает появляться вот но потом это обязательно будет этого будет больше и я обретен на все павильон с различными фарами как я уже вчера говорил у меня да тоже в вьетнаме на моем мотоцикле были разные девайсики кстати вообще норм тема единственное что когда ты устанавливаешь и включаешь длинный свет и начинается сигналит потому что когда ты едешь и тебя конечно освещает все очень классно когда едет какой-нибудь человек особенно напротив тебя и степи тебя глазами слепит твои глаза тут конечно хочется просто слезти и полицию не встречается такое ненужительное отношение к людям которые тоже есть по дороге багажники вот кстати один клиент у меня тоже просил заказать багажник вот и сейчас я у него спрошу катал вау какой-то какие-то уже совсем огромные движки для траков пошли на самом деле действительно здесь можно найти все что угодно но не стоит забывать что в принципе можно найти и подешевле все поэтому очень важно иметь своего человека в китае который может все найти сравнить цены приехать приехать на завод посмотреть вообще не существует ли такой завод потому что бывает такое что попадаешься на мошенник поэтому лучше конечно имеется у человека в китае который сможет приехать на завод найти все объяснить все сможет помочь перевести деньги сможет помочь привезти товар в общем решить любую вашу проблему поэтому обращайтесь пожалуйста так вот здесь у нас радиаторные печки почему-то спецодежда да ну ладно сюда я не пойду потому что я уже очень много на самом деле прошел то что мне было нужно что что мне было интересно сейчас просто покажу погуляем что здесь можно интересно вот например здесь слева находится какой-то эмулятор я сейчас поеду по всей видимости эмулятор автобуса но скорее всего это не эмулятор автобуса а просто вот вы садитесь вы водитель вот ваш руль к сожалению не работает сигнал вот и вы можете посмотреть систему вот человек сзади находится вот человек здесь и мы видим на этом на этом мониторе в верхнюю часть на других мониторах его нижнюю часть короче на самом деле очень удобно я считаю разные системы парктроники вот тут у нас рули коврики вот тут целый мир ручек ручек огромный конечно сортимент но это еще не приделать только как бы образцы можно заказать свои ручки педаль для педали любую резиночку можно абсолютно все что угодно это опять магнитовый системы парктроник в целом даже прямо очень круто да разгнуто я пожалуй это маленький кран короче вообще на любой курсе кранчик какой-либо пожалуй это потому что интересно тут потому что достаточно интересно тут не производят еще кнопки все от кнопки до монитора только здесь павильон посвящен исключительно кнопочка что бы вы понимали вот это все это кнопки всякие релешечки ползунки переключатели переключатели такие вот такие у нас там всякие форсунки шестеренки коленвалы абсолютно разные такие вот малюсенькие были так что по времени время у нас уже время уже пять часов поэтому пожалуй пойду домой завтра я вернусь и завтра продолжу завтра я вернусь и завтра продолжу снимать то что интересно вот но сегодня я считаю что день прошел очень удачно я набрал много контактов то что меня просили найти и по шинам и по запчастям и по всяким разным другим позициям даже больше чем я планировал вот ну вот и сейчас мне уже пора иногда бывает неожиданно встретиться здесь в принципе место внизу что вряд ли либо мы что-то перепутали когда регистрировались что скорее всего да я иду домой пока я иду в сторону метро конечно же онлайн достаточно конечно же я буду снимать всякие разные я буду снимать всякие разные интересные штуки которые будут мне попадаться например вот система поднятия автомобиля продюсер аллипапа 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 нихао нихао во ай джонго мы мы и 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 а нас сейчас снимают и транслируют на аллипапа всем привет если кто-то смотрит русский ребят вам привет так вот здесь короче вот такие системы вот такие системы в самом деле прям интересная тема интересная много разных есть опций есть много разных опций в общем ребят короче как-то да о сабборде вот это на самом деле вот это моя тема которой я собственно постоянно занимаюсь а сейчас я спрошу по поводу сабборды есть ли они в Белии нет во второй день уже побольше людей в первый день тоже было много но вот во второй день возвращаясь домой уже как бы ты не можешь идти с той скоростью которой ты хочешь потому что как бы очень много людей и приходится подстраиваться под скорость толпы второй день закончился все круто все здорово ждем третий день подписывайтесь на мой канал так всем Михаил сегодня третий день Кантонской ярмарки я начал записывать это видео не с самой Кантонской ярмарки потому что мне у меня на склад пришел груз и мне нужно будет сейчас этот груз открыть проверить распределить это там груз пришел с четырех разных заводов для двух разных клиентов поэтому мне нужно будет это все отсортировать и и и и отправить да отсортировать отправить а потом я вернусь на Кантонскую фабрику так ну вот я практически пришел к своему складу вот это находится здесь сейчас мы да это здесь здесь находится много карго я как-нибудь запишу видеорепортаж о том сколько карго находится в Китае в Гуанчжоу я запишу даже видео с несколько углей с карго я сейчас зайду с экспансера сортирую и уже буду отправить собрать вот он мой склад вот он мой товар так это первый товар это мне нужно будет отправить самолетом а это второй товар это нужно будет отправить в Тюменскую область но это нужно будет совместить там с тем товаром сейчас я еще посмотрю да это надо будет тоже кстати тоже туда так ладно времени нет погнали да здесь у нас получается вот такие вот первосики прикольные очень красные синие и ложечки к этим кружкам так 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 и сейчас да мне нужно будет проверить вот этот товар здесь получается тоже это я так понимаю кружки а это карусики и так это для одного клиента из Тюменской области вот так как здесь керамические кружки я проверил 100% товара ну а остальные я проверил по 10% каждого товара на 10% термосов на самом деле как бы я снимал обзор на эти термосы на своем youtube канале в шортсах вот также на своем телеграм канале поэтому переходите в мой телеграм канал там много полезной информации вот ну а мне сейчас нужно проверить еще вот этот товар здесь вот такие мясные кружки вот такой постич с ложечкой внутри ложечка вот и таких 180 штук и еще около 100 штук других вот так сейчас я это буду все проверять упаковывать и подписывайтесь на мой канал так ну все я проверил больше 10% партии вот а с этим грузом мы приняли решение что вот эти вот кружечки они короче что вот эти вот кружечки это достаточно хрупко все очень выглядит несмотря на то что мы в любом случае собираемся сделать деревянную обрешетку мы приняли решение обернуть еще каждую кружку вот такую вот пленку поэтому каждому клиенту мы подходим индивидуально подписывайтесь на наш канал все доставим быстро качественно что я практически на выставке к сожалению блин вчера я потерял там свои наушники поэтому сегодня у меня задача купить себе наушники на кантонской выставке лучше конечно это делать завтра когда они будут уезжать и будут там продавать по максимально дешевой цене все продукты чтобы не везти с собой но попробую купить это и сегодня если не получится куплю завтра ничего страшного так все я иду на выставку день третий погнали огромный муравейник кишащий предпринимателями со всего мира деньги власть эссенция прямо здесь и сейчас так ну а я тем временем не нашел не нашел свои наушники вот и теперь у меня есть несколько путей пойти направо пойти налево пойти вниз там направо и налево либо же пойти в холл а эй где собственно и продают всякие наушники вот вот поэтому я даже не знаю а налево здесь нет всего одного как бы одну проблему меньше значит пойду налево так пойду налево здесь немножко пройдусь посмотрю что там есть интересного и если что пойду обратно пойду в короче туда туда прямо как хотел павильончик с инструментами Wintels Украйта короче тут на самом деле очень много всего всяких инструментов вообще любой вкус я сейчас возьму несколько контактов и потом пойду дальше туда как раз где вот наушники потом еще есть пару часов пока не закрылась эта выставка вот вот так я думаю конечно здесь тоже интересно было погулять здесь много всего вот интересного мои ребята делают газонокосилки мотиватор и все и спрашивают поциклы маленькие для людей циркулярные пилы разные станки и выглядит все достаточно поевропейски я тоже думаю конечно тут закосленно закосленно европейские закосленно европейские закосленно так ну что на самом деле этаж очень интересный полно всего разных инструментов разных инструментов разных инструментов выглядят они конечно очень приятно что это как это как робот пылесос только газонокосилка пылесос да на самом деле здесь еще и газонокосилок и пил всяких всего 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 здесь короче просто мотаться мне это конечно с одной стороны интересно а с другой стороны я бы конечно лучше посмотрел и какая техника здесь подписывайтесь на мой канал в деле вот такие как бы санды и вот такие санды где вот какие-нибудь установки и вот здесь такая установка где показывают вот cleaning test короче какие-то параметры замеряются и вот так распределяется здесь струя воды я так понимаю вот эта вот палатка вот такие тут есть разные да это по всей видимости для сада для огорода для поливки ну наверное можно использовать по разному применению и вот здесь вот куча разных насадок которые собственно можно использовать и собственно вот можно посмотреть как-то все происходит вот пневмон наверное устанавливается рабочее время устанавливается давление делаем по максимуму устанавливается давление устанавливается вольтаж устанавливаем запускаем запускаем да устанавливаем выбираем время 9 минут 10 минут и вот функциональное меню у нас тут вот разные короче виды ага вот сейчас у нас вот так вот началось а если мы сделаем то вот еще профессиональное технику все круто сделано все красиво сделано круто прям это даже ну вот хочется трогать это вот я так понимаю тоже ставится включается к этому бойлер или еще там что-то не знаю вот можно выставить какие-то данные функции короче прям круто да вот здесь это вольтметр а вольтметр нифига почему да тут даже флешкарта вставляется для записи показаний не ну прям да это хочется трогать это хочется использовать вот как это они включили для нас такую штуку и вот здесь можно выбрать разные параметры запрограммировать можно естественно на ах ты ах ты нифига вот это прям топчик конечно да вот мы запускаем короче эту камеру и здесь смотрим можно покрутить влево вправо влево вправо нельзя ее можно подключить только вперед и назад можно выключить камеру еще полно функций ого жесть влево 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 выключение блин это конечно так это можно посмотреть зеркально не зеркально вообще круть а это конечно топ там еще уровень еще основной влево 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 записывать видео еще показывает температуру влево 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 отмел влево что-то для электрокаров очень много на самом деле всего для электрокара тогда вот эти ребята они кстати в шанчжэне кстати можно попросить у них сиди можно попросить у них что что съездить к ним на выставку съездить к ним на фабрике и снять видео про них в общем очень приятные ребята реклама наверняка очень дорого то я направляюсь все-таки за о нифига что я не успеваю сказать что-нибудь как постоянно что-то очень интересный попадается квадрокоптер я так понимаю какой-то промышленный квадрокоптер кстати у него из карбона сделаны лопасти у него из карбона сделаны вот эти части рама полностью из карбона вы понимали карбон это очень легкий очень плотный материал у них только нету но это конечно круче это конечно прям пушка бомба мотики мотики все тут есть людей стало еще больше как я уже говорил эссенция власти эссенция бизнесменов эссенция денег и так я как раз таки в павильоне эй вот и здесь где-то должны быть как раз такие вот наушники насколько я понимаю сейчас пойду и выберу себе что-нибудь интересненько очень надеюсь сожалению потерял свои хорошие наушники которые совсем недавно купил и вот сейчас буду что-нибудь искать вот и здесь должно быть что-то интересненькое но я здесь немножко уже походил самом деле был и сейчас я похожу еще более более детально вот но в большинстве случаев конечно нет не очень эти товары нужны вот нужны только наушники я уже говорил и нужны мои так здесь я по моему углу и нужно какие-нибудь еще одно типа что-нибудь вижу интересное бизнес идея специально для вас подписывайтесь на мой телеграм-канал здесь много всего интересного вы не поверите короче я пришел спросить в информационном отделе где я могу найти наушники они сказали вот возьмите вот эту вот штуку поднимитесь на там второй этаж павильон номер 4 1 и мы вам дадим бесплатные наушники да вот такие совпадения бывают достаточно часто в моей жизни вот но я на самом деле не остановлюсь но я на самом деле поищу что-нибудь еще потому что сегодня предпоследний день выставки и можно в целом подойти еще что-нибудь интересное ну а вы в плане вот наушники мне нажили у них тебя вот это вот это кайф вот это огромный вентилятор свинья роста практически ух как и отец вообще масло ничего не называете можно носить это можно конечно засовывать ничего не буду так да здесь промышленные прям установки прям промышленные вентиляционные установки вон там венецом ну короче и тут все тут и вентиляционные и вентиляторы и все-все-все так мне нужно о а вот здесь машины ооо вот это вот это то что мне надо реально то что я бы еще машины поставил блин блин как много всего интересного ну да ладно начнем с того то что я подниму сейчас наверх и возьму наушники а где меня находится эта фирма которая обещала наушники наушники сначала сказали давайте посмотрим насколько вы счастливы для этого можно заполнить анкету и разыграть разыграть ну короче там какие-то призы есть которые ты бы выиграл вот я настолько счастливы что не загрузилась это анкета не загрузилась фотография еще помимо этого всего наушники кончились поэтому я взял карты игральные карты буду с этой красоткой играть на раздевание подписывайтесь на мой канал ну и раз я на этом этаже я вижу что здесь можно найти кондиционеры микроволновки в общем бытовые электроприборы на самом деле это конечно для меня не очень интересное но один из моих клиентов как-то у меня заказывал холодильники и эти холодильники вот сейчас мне надо то есть я уже нашел несколько заводов вот но если я ищу найду еще немного заводов лишним не будет возможно будет выбор возможно мне предложат лучшую цену поэтому вот как-то как-то вот так сейчас значит хожу посмотрю может быть что-то еще интересное я вижу чайники конечно не очень интересно для меня но в целом все равно для общего развития для общего развития пойдет холодильники вот и холодильники которые можно здесь найти мне нужны круглые круглые так цилиндры так здесь тоже к сожалению они не делают такой не делают такого типа холодильники но но мне сказали что мне скинут контакт людей которые могут сделать так ну что здесь в том холле бытовая техника в этом холле я так понимаю больше микроволновки всякие штуки для кухонь короче примерно в целом все одно и то же пылесосы скороварки стиральные машины холодосики вот это тоже посвящены еще одни холодильники вроде что-то у нас получилось договориться по крайней мере в целом по крайней мере скинул отец задание мне расскажет вот здесь есть такой холодильник с такой вот подсветкой и можно это подсветку так я вышел я все еще на этом этаже вышел вот здесь тоже холодильники и все 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 и здесь же больше всяких экранов в целом здесь наверно должно быть достаточно интересно но я бы конечно богачи встречаются жмут друг друга руки я бы конечно все таки спустился вниз и посмотрел лучше бы машины и все таки нашел эти злосчастные наушники так я вернулся на первый этаж здесь тоже блин то же самое примерно что и на втором здесь примерно одинаково вот но в целом также отличие тоже есть поэтому сейчас посмотрим что тут интересного и вообще постараюсь найти что это у нас тут освежители воздуха или увлажнители воздуха красота это из-за пища с белка с ним это видно все реально и волшебные бурцы с белкой журнайте это или пища с тушкой или выㅇ что это но это пища с обримацией но это не пища, это аромат дипуша да, да, да прикольно кстати, всякие вот такие всякие вот дома диффузен поздравился у нас здесь люди стоят и смотрят что смотрят как работает электро автоматический автомат, в общем, производство и славка вот вам бизнес-идея готовая бизнес-идея ну, вот я наконец-то добрался до автомобилей и он так, это что-то очень популярная китайская фирма на самом деле и он можно увидеть на улицах везде где, да, кстати здесь очень много уже больше больше европейцев здесь ну, хотя и все хватает так, опять эти солнечные установки здесь что? я так понимаю, это переносной, типа даже аккумулятор интересно, интересно так, что у нас здесь здесь автомобили да, можно будет посидеть в разных автомобилях да, завтра я приду сюда и буду здесь ходить уже более рисканально на четвертый день на пятый день я, к сожалению, прийти не смогу какие ну, это сколько шесть тысяч долларов всего нормально хватает заряда на сто семьдесят километров шесть тысяч двести полностью окруженная полностью забитая шесть пятьсот конечно, тоже интересно, как и на мотоциклах вот это вообще стоит пять пятьсот всего очень интересно очень интересно много, кстати, тут для людей так какие-то ящики тяжелые, скорее всего тоже аккумуляторы да, очень много на самом деле здесь представлено электромобили и соответственно все, что связано с этим зарядки, аккумуляторы очень интересно очень круто так, вот здесь вот такая машинка блин, на самом деле очень крутая электро электрокар ну блин, выглядит круто, конечно все сами ну вот здесь уже представлены машины и Мерседесы, и Польсвагены да, ну, Мерлины, Польсвагены что еще, что еще абсолютно разные, конечно марки, в основном Китай да, и Янь тоже популярная в Китае машина в Китае машина на самом деле есть много вот, что вот это как думаете? Вентли? Вентли или Дай Янь так ну что, давайте сядем к сожалению в эти топовые модели сесть не получается потому что там постоянно очередь или сядем на что-нибудь попроще вот сюда вот сюда на самом деле у меня у многих знакомых в Китае есть я не влез я не влез поэтому нужно оба так, ну а что так тут как-то конечно не серьезно привод 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 механический привод у многих моих знакомых в Китае есть автомобили все они в восторге это гораздо выгоднее гораздо дешевле как бы вот это конечно скромная какая-то машинка обычно как бы садишься там блин футуристический вид у одного чела на лю лю я не помню такой дведорожник на 9 что ли место короче огромная вообще машина нету приборные доски только вот здесь небольшая там как бы показывает сколько какая скорость вот а здесь прям огромнейшая огромнейшая по моему даже не один огромнейший экран еще и сзади получается здесь еще экран он так выпускается для пассажиров заднего варьера ну это прям очень какая-то скромная бюджетная модель поэтому мы отсюда выходим мы здесь сидеть не будем будем пойдемте сядем вообще и залазить не очень удобно поэтому пойдемте сядем нормальная машина побогаче что-нибудь выберем выберем самую богатую тачку и сядем со всеми подписывайтесь на мой канал здесь много всего интересного вон я вижу я вижу свободное место в машине вижу свободное место в машине ага плохо так шутить но это просто парень слился с сиренем да все самая крутая тачка определено и мы сейчас туда все вы можете сидеть? да а нет надо чтобы hello excuse me how you can open 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 let me see все 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 что у нас мерседес сломался мерседес сломался мерседес сломался так вскрываем по старинке сейчас вскроем по старинке по старинке по старинке вот такой мерседес короче не работает нифига 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 не работает что тут можно сделать ничего не работает так сколько педалей одна педали не педали две не потому что внутри люди не видно вы понимаете нет ничего 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 что там мне пытался объяснить здесь говорит что потому что внутри были люди и поэтому что-то не открывается ну типа смысл если внутри были люди то ну типа и что дальше а как я зайду в машину типа вот так вот буду открывать через блин заднее стекло что ли что это за фигня странно странно ну это скорее всего это просто что-то 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 я неправильно или он неправильно делал не понимает до конца так ну что здесь вот тоже такой экран ярче шоу очень большой здесь вот спидометр кстати есть это не не это не 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 знаю не знаю не это не это не не как не Нужно... ...каз... ...каз... Хорошо, я понимаю. Может, у вас есть пин-код? Нет... 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 Я хочу... Сейчас нам покажем... Здесь... Какая ваша языка? В английском хорошо. В английском... Хорошо. Русский? У тебя русский? Русский... Русский... Нет... Это нормально. Русский... В английском... Короче... Русский есть... Он говорит... Английский... Окей? Все, на английском языке... Это можно подказать... Есть радио... Не радио... Тут наверняка куча всяких разных настроек... Я так понимаю, люди, которые имеют электрокары... Они не знают большинство функций... Ну, как, собственно, и все, когда ты покупаешь смарт-часы... Спартфоны... Никто не пользуется... Кучей функций... Все пользуются основными... А основная функция, конечно, пустые движения... Ну, и музыку послушную... Вот... Приборная доска здесь классная, крута... Да... Вот... Здесь принципиально другая... Не такая, как... Не такая, как... Вот... Вот, кстати, да... Горит... Красиво горит... Как... Как можно... Русский... Ты знаешь русский? Что? Мне... Ты можешь показать русский... Окей... Русский я могу... Молодец... Как можно настроить? Как можно настроить... Как можно настроить этот цвет? Здесь... Орн? Да... Но... Это не мой карпел, так я не знаю, как можно настроить... Не знаю... Паспорт? Да... Я могу настроить его для русский язык, ты можешь настроить его自己, потому что... Нет, русский язык, это хорошо... Я имею в виду... Это светлое светлое Да... Как можно... Ты хочешь... Да... Я хочу... Поставить... Не знаю... Потому что это не мой карпел... Да... Ты можешь поменять язык... И自身... ассистент да вот комфорт так что у нас тут есть вот так надо да вот и а можно настроить короче короче ну ладно в целом как бы неплохо мне нравится моя машина в целом класс но в общем вот так в немецком автомобиле да это заказ уже так понимаем под пакши я наш садиться не буду мне не хочется садиться мне хочется погулять да вот здесь тоже всякие акустические системы это всякие устройства да можно заказать я имею ввиду не просто заказать конечно я имею ввиду можно по индивидуальным заказам здесь уже чисто акустические системы всякие разные но выглядит круто может быть я могу купить завтра а здесь у нас автоматы вау тяжелый вау это Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо лимитирует... У меня палитру к нам с вибрацией... Так, ну вот здесь, короче... Такое... С настольными играми... Вот здесь вот такой девайс... И этот девайс... Он специально как бы для настольной игры... Нажимаем на кнопку... Нажимаем на кнопку... Присываем в гости... И вот здесь вот... Вы можете купить... Можете отключаться... И вот этот девайс... Есть много-много разных... Вот... Пригрушек... Короче... Достаточно интересно... Очень прикольно... Да... Вот он идет... В комплекте... На этот девайс... И получается... Один... 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 Вот он получается... Один... Один... А... А... Можете купить... Четыре... 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 Наушники... Вот... Можно какие-то... Посмотреть... Приобнести... Новые... Все сейчас в Китае ходят именно с такими... Ну... Не то чтобы с такими... Но это прикольно кстати... Да... У тебя получается микрофон здесь... Я имею в виду... Застежка... В Китае сейчас ходят все наушники... Вот в таке... Застежка... Такая застежка не здесь... А вот с этой стороны... Вот... Ну я посмотрю... Это не очень... Посмотрю что-нибудь другое... Что у нас здесь есть... Здесь вот такие... Вот такие вот... Здесь получается вот такие... Ээээ... Эээ... 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 Вот... А здесь... Рай для блогеров... Надо будет кстати себе прикупить что-нибудь подобное... Потому что... Да... Я записываю подкасты... И... Мне... Нужно что-то подобное... Блин... Я взял себе монитор на самом деле... Микрофон... И... Вообще... Они только оборудовала... Место... Для... Логика... На самом деле... Вот прям... То что мне надо... Уже... Подготовленная... Вот... Звукоизоляция... Кронштадт... Вот это... Для микрофона... Микрофон... Компьютер... Ну и короче... Можно собрать прям... Мне вот нравится этот магаз... Я... Девочка мне подсказала... Что на Тао Бао можно найти их магазин... И я обязательно найду их магазин на Тао Бао... Так... Еще бы я посмотрел... Конечно... Микрофоны с базой... Вот этот прям топ... Вот это то что мне надо... Вот... Надо будет это зацелить на Тао Бао... И... Посмотреть... Так... Главное... Идем дальше... Так... Ну что... Фабрика... Фабрика... Заговариваюсь уже... Так... Заговариваюсь уже... На самом деле язык реально устает... Что я хотел сказать... Выставка закрывается... Все люди собираются домой... Я тоже пойду домой сейчас... И... Да... На самом деле это не так просто найти наушники... Все остальное гораздо проще было... Так... Вот здесь куча всяких радиостанций... И завтра... Я обязательно сюда приду... И... Что-нибудь найду и себе... Вот... Кстати... Куча... Полно... Всяких наушников... И... Пурачные вотцы... Да... Часы еще всякие... Да... Бранди... Реплики... Да... Да... Это GPS... GPS? Да... Реплики... 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 Да... Это Android... Это... Илегал... Это... Прежде всего... Я не могу... Но выглядит прикольно на самом деле... Не... Выглядит прям очень круто... Сейчас... Дальше... 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 Почти, что все закрылись... В общем, я завтра приду... Еще и... Вот завтра я точно договорюсь... На... Покупку... Наушников... Вон, кстати... Тут какой-то... Офигенный... Какой-то бренд... По всей видимости... Может, не офигенный бренд... Я не знаю... Но тут полно этих наушников... И, может быть, с ними спросить... Может быть, еще завтра... С молодых меня продать... Ну... Это не точно... Вот... Неожиданно... Нежданно... Тут еще было... Получается... Ночью что-то проходит... Или это что? Что это вообще? Что это вообще? Ладно... Пора идти домой... Да... Сегодня достаточно продуктивный день... Интересно... Многу все увидел... Многу с кем познакомился... О! Кстати... Машина от Xiaomi... Да... Я здесь уже был... Я пробул здесь до 6 часов вечера... Завтра... Надеюсь... Поменьше... Завтра... Завтра планирую здесь пробыть... Променьше... Подписывайтесь на мой канал... Спасибо большое... Что смотрите... Да... Теперь мне... Нужно найти... Нужно понять... Куда мне выйти... Чтобы... Прийти к метро... Нужно понять... Куда мне выйти... Чтобы прийти к метро... Они... Они... Классно сделаны... Сделаны из качественных материалов... Вот... Но они как-то так прилегают к ушам... Что... Плохо слышно... Я сделал звук на максимальную... На максимальный возможный показатель... И этот звук... Он... Так или иначе... Все равно... Ну... Было плохо... Очень-очень-очень плохо слышно... Даже несмотря на то... Что уже все практически ушли... И практически никого там не осталось... В этом холле... В этом холле... Где продавали эти наушники... Но ничего страшного... Завтра я приду... И завтра я... По всей видимости... Куплю не только себе наушники... А еще и... Микрофон... Чтобы записывать... Видео... И... И... Посмотрим... Что можно еще... Короче... Вот эти последние два дня... Завтра... Послезавтра... Послезавтра... Я не смогу прийти... Потому что я еду на соревнования... По бразильскому джиу-джитсу... А завтра... Вот... Возможно... Что-то можно будет найти... Людей в метро настолько много... Что я... Не стал стоять... Вот... И очереди ужасные... Поэтому я просто пошел... Пешком... Это несколько остановок от моего дома... Вот... И даже уже... Пройдя... Ну метров там сто... От... С метро... Можно все равно увидеть... Вот такую огромную толпу... Полиция перекрыла тут... Инсталия... Полиция перекрыла тут... Вот... Проезд... Поэтому всем нужно идти... Туда... Пойду сейчас туда... Все... Врат зеленый... Врат зеленый... Даже... офигеть... Очередь на светофоре... Интернациональная очередь... Интернациональная очередь на светофоре... Так, всем никого, день четвертый или пятый, я уже сбился со счета. Так, я пришел опять в тот же павильон, на котором вчера закончил, почти в тот же павильон. Сейчас мне нужно будет вернуться туда-назад, я забыл вчера взять контакты, точнее, контакты-то я взял, я забыл, сделал видео, и оно, короче, не сохранилось, поэтому мне нужно будет пойти переписать видео, вот. Но пока я не дошел до этого места, мне нужно вот здесь спросить у ребят один девайс для приготовления пиццы, поэтому здесь, кстати, что-то интересненькое, запах просто, конечно, в английский, что мы-то готовим, ну, еще можно и даже послушать что-то. Ну, как вы думаете, это окей? Извините, это окей, окей, окей. Попробуй, двадцать секунд. Окей, пожалуйста. Здесь просто очень вкусно, здесь очень спортивные духовки, очень, кстати, популярная тема, да, это выставка уже в промышленных масштабах, такие пересоварки огромные, просто, сколько интересных здесь литов. Какие литров? Мы имеем три размера, 20 литров, 26 литров и 32 литров. 32 литров? Да. Майор 32 литров, здесь нет, 32 литров. Это сколько? Да, это 32 литров. А, это 32 литров, это максимум, 30 на 32 литров, а это на 20 литров. Это круто, круто. Круто, круто. Круто, круто. Рец. 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 Просто рец. Рец. О, да. Я снял, я снял. Да, я снял öğrenся… Да. Короче, в этой штуке вы не сможете сварить рис, это просто, как бы, для того, чтобы он не стал холодным. Вот, как-то так. вот кстати интересный павильончик здесь вот можно найти вот такие приборы профессиональные приборы можно использовать для разных целей в том числе и для изучения бабочек или для того чтобы сделать интересно все очень интересно ну что я ушел дальше в том павильоне мне подарили бабочку вот здесь начинаются разные вот радио можно прикольно кстати механическое радио 10 лет не видел радио блютус колонки наверняка уверен что это можно использовать как блестусь тоже bluetooth а уикс и все остальные вот о нифига на солнечных батареях радиостанции ну да тоже неплохая такая бизнес идея кстати еще одна моя слабость музыка вот здесь завод называется диалог выглядит точно так же как джебель как бы но в целом есть свои различия целом мне звук очень понравился и возможно я даже вот сейчас куплю себе вот такую вот колоночку потому что ну в целом можно купить за 100 юаней почему бы и нет точнее он хочет за нее чуть больше чем 100 юаней но я буду сейчас торговаться вот это за 100 вот это если брать этим если брать много заказывать то можно конечно вот начальник завода говорит то что вот такие вот колонки по 20-30 10-20 ватт можно подключить две штуки максимум к одному девайсу а вот эти большие колонки можно подключить до 100 штук ватт и 160 ватт можно короче 10 и можно подключить 10 таких колонок 1600 ватт круто так ну что договорился еще с одной фабрикой наверное все таки куплю колонку я договорился что приду в 5 часов и все таки куплю потому что колонка реально прикольная за 100 юаней чтоб вы понимали недавно на сайте poison я купил колонку но я как бы это сделал больше для того чтобы проверить работает ли не то что работает понятно что это работает чтобы чтобы у меня просто один клиент хочет заказать сайта poison определенную продукцию и чтобы вот перед тем как перед тем как сделать ему эту услугу я конечно же это затестил и соответственно и соответственно мне пришло на электронный мне пришло на мой адрес то что я заказывал и и все но как бы да почему я это все рассказывал потому что я купил на колонку за 50 юаней на 5 ватт а у этого человека можно купить колонку на 20 ватт всего за 100 юаней 100 юаней конечно вообще ничто вот и помимо этого мы еще договорили что он купит мне билеты я съезжу на его фабрику и сделаю видео для него подписывайтесь на канал так ну а здесь кто-то интересное здесь ребят производят всякие я так понимаю джойстик и не только джойстик и еще и вот эту штуку кстати я хотел купить я уже купил одну вот но она оказалась немножко не то чем я думал точнее нет а вот да я купил вот такой над совсем простенькая вот это должна это в геймплей этот этот девайс должен поддерживать уже гораздо больше игр и деньги и там и нинтендо и сэнклейстейшн первый и в общем короче вот на таобао я смотрел там вроде должно было быть прям очень прям очень интересная штучка сейчас я ее и затерчусь некая игра искусство войны я проиграл в общем вот такой девайс ну конечно заявлено очень много здесь но по факту совсем все другое но в целом очень даже неплохо мне нравится на самом деле очень нужный девайс но если вы там хотите выставить где-нибудь своего магазина еще что-нибудь я думаю это прям офигенно особенно если вы живете где-нибудь в тропическом климате где-нибудь на юге юго-восточной азии где бывают сезоны дождей и у вас просто такие улюдные летейшие ливни чтоб вы понимали однажды я ехал чтобы вы понимали однажды я ехал на мотоцикле из помпения кашимин где-то около 200 км и попал под и попал под дождь и мои часы гармин были мои часы мои часы гармин они короче промокли настолько что у них перегорела материнская плата гармин промокли прикольная тема интересная хорошая бизнес идея вот еще одна вам бизнес идея покупаете вот такой роутер и вот на заводе можно договориться с тем что установят роутер внутрь вашего роутера установят vpn и вы подключаете просто его дома и смотрите ваши любимые передачи на youtube канале через роутер как обычно на вашем любимом youtube канале на телевизоре не только на телефоне короче у вас все будет девайсы дома работать как с vpn очень много огромное вообще бесконечный поток смарт-часов таких разных кей индивидуальных и реплик и всего-всего-всего так вот в этом зале кстати походу я еще не был в этом зале достаточно интересно я до сих пор не нашел наушники и в целом один производитель ждет но там нету вот этих наушек наушу наушников за как сказать наушников которые вставляются в обуше а кто вставляется сверху поэтому как бы в целом если ничего не найду лучше придется конечно купить но я бы хотел сразу купить нормальный в идеале вы найти группа найти в идеале бы найти sound speed это как сказать ну типа одна из самых прикольных игру заводов которые сейчас есть я не дешевая вот и у меня уже третий наушник я теряю эти наушники это теряем потому что они действительно прикольные вот поэтому ладно сейчас буду искать если что просто куплю сейчас на какие-либо дешевые а потом куплю уже нормальный так а вот это по всей видимости то что мне надо может быть не то что мне надо но по моему то что сейчас я тут спрашивать да это как раз таки так что я хотел сказать что я хотел сказать да это как раз таки то что что я хотел сказать да это как раз таки то что мне надо было это пицца кукер пицца maker и короче единственное что это турецкая фирма начнем с этого то здесь как очень много почему-то турков выставляется постоянно не только как бы сегодня в прошлый раз и тоже видел там особенно когда ткани вот там прям вообще все в турецких производителей так вот и сожалению у них есть официальный представитель в россии который собственно через которого собственно все проданы но я думаю что у них просто фирма в турции заказывают они изготовления в китае скорее всего и поэтому нужно просто найти китайский завод который сделает такие же точно такие же мейкеры пицца мейкеры время пришли четыре часа и собственно некоторые начинают некоторые представители завода начинают продавать свои продукции пороговаться в целом как бы в целом как бы достаточно дешево здесь вот такие вот цитики на дольщине в целом я такую продукцию не очень люблю поэтому я здесь оставаться не буду опять пришел к тому месту где я был вчера здесь можно найти будет сейчас те наушники и на всякий случай если не найду ничто получше то куплю у тех ребят вот куплю у тех ребят на пока покажу посмотрю чечко тресненько есть вот эти батарейки у меня тоже один мой один мой клиент один мой клиент спрашивал меня такие вот круглые ион литерные батареи чтобы сделать из них цепь и запитывать определенные запитывать определенные устройства для детей это мне и надо сейчас я буду узнавать тоже что-то интересное я так понимаю здесь продаются принтеры которые печатают прямо на цель которые могут печатать любую вашу фотографию вот тут чел скинул кнопку сейчас они будут печатать на так вот у чувака программка на телефоне он сейчас законнектится поменяет телефон и начнет распечатывать и начнет распечатывать ну даже не распечатывать а просто вот на уже имеющемся относительно не новом как бы что-то не работает в целом как бы задумка достаточно интересная вот они с двух сторон делают раз два вот такие же машинку здесь все вероятно распечатывается вот вот это мне и надо целая огромная огромное множество наушников вот это мне и надо целая огромная огромное множество наушников и сейчас я буду вести переговоры по покупке наушников вот эти прям вообще какой-то космос сейчас я вернусь к наушникам но пока я сейчас вот хочу посмотреть что это такое вот здесь как бы всякие оздоровительные процедуры для масок для масок для прогрева для движения короче процедуры для для лиц в целом что-то интересненькое интересный достаточно павельончик здесь на иглах на иглах вон там я вижу иглу вот там я вижу иглу на иглах проигрыватели пластина вообще очень крупно на самом деле реально крупно не только на иглах еще и на дисках еще и на CD дисках и на таких дисках здесь прикольно сделано классно а вот здесь куча клавиатур по-разному щелкают все по-разному щелкают все по-разному очень стильно очень круто и очень здорово мне нравится очень интересно 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 есть вот такая вот что-то я ее сейчас за тест по-разному Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так, подписывайтесь на мой канал и всем всего самого классного!